Всем привет, это Лайки Ньюс, и с вами Кристина Санько. Очень давно не было видео по личным дневникам, и сегодня мы вместе с вами сделаем уютные развороты. Так что давайте скорее приступать. Я просто фанат уютных разворотов, поэтому стараюсь сделать их как можно чаще. Если вы тоже любите такие винтажные оформления, ставьте пальчик вверх. Я буду создавать уют в своем новом блокноте, о нем я уже рассказывала в прошлых видео, ссылочка будет справа в верхнем углу. Теперь я хочу немного состарить странички. Я буду делать это с помощью коричневой акварельной краски и воды. Сильно наливаю краску и смешиваю с водой, распределяю цвет губкой. Чтобы это было быстрее, промакиваю и другую сторону тоже. Мне очень нравятся такие разводы от стаканчиков, это придает такой потертый винтажный стиль. Делаю я это при помощи круглой губки, если у вас такой нет, используйте тоже донышко стаканчика. Рассыпью брызг придаю развороту еще больше уюта. Пока все это дело у меня сохнет, я покажу вам, чем буду оформлять сегодня блокнот. Это будут ваши подарочки, которые вы мне присылаете в письмах и ништячки из стикерс-шоп. Это уже второй мой заказ. В этот раз я заказала 5 листов глянцевых наклейок, фотографии в стиле полароид. Это стандартные фото и фотомагниты на холодильник. Очень круто. Милые открыточки, в том числе и по моим фоткам в инстаграм и закладочки для книг. Милота. Когда уже все окончательно подсохло, приступаю к самой любимой части оформлению. Из своей коллекции декоративных скотчей я выводила наиболее подходящий под винтаж. Обклеиваю ими низ и также хочу приклеить фото. Скотч я именно отрываю, чтобы не нарушать стиль. Еще на цветном принтере я распечатала винтажные ярлычки. Кстати, их очень много в моей группе ВКонтакте. Соловьева Валерия и Шмонова Оля прислали мне кучу разных прикольных штучек для оформления. Ими я и буду пользоваться. И стикеры, конечно же, куда без них. Соловьева Валерия и Шмонова Оля. Соловьева Валерия и Шмонова Оля. Соловьева Валерия и Шмонова Оля. Этот разворот будет посвящен сладостям, которые я люблю. Ставьте лайк, если тоже любите сладости и напишите в комментариях, какие именно. Тем же способом мы создаем другой фон, более веселенький. Хаотично разбрызгиваю краску в перемешку с водой и промакиваю страничку губкой. Если у вас есть стикеры и готовые картинки, можно приклеить их. Я хочу сделать свои стикеры. На альбомном листе я рисую пончик и кофейный стаканчик. Я фанат сладостей, но кушать могу только если под рукой есть вкусный чаек или кофе. Чай я люблю с фруктами, зеленый и черный, с бергамотом. Кофе пью только с молоком. Я вообще не понимаю, как можно пить его как-то иначе. Обожаю мокко, латте, капучино, кофе с сиропами и корицей. Пока мои рисунки сохнут, я украшу разворот. Это вырезка из письма. Рисунок очень похож на скатерть. Приклеиваю сверху бумажный скотч. Еще у меня есть разные распечатки со сладостями. Еще я хочу поместить эту фотографию из кофейни. У меня прям такие теплые чувства от нее. Это наш первый визит в Новороссийске. Очень уютная кофейня в центре. Наши рисунки тоже уже подсохли. И самое время обвести их черным маркером. КОНЕЦ КОНЕЦ Приклеиваю. Я еще решила добавить пунктир. Так, мне кажется, выглядит еще более интересно. По контуру картинок пишу свои любимые сладости. Это пончики, шоколад, молочный коктейль, макару, круассан, браун, тирамису, вишневый пирог, капкейк, эклерк. Это далеко не полный, но основной список того, что я люблю. Остальное я постараюсь дополнить рисунками. Я их нарисовала простым карандашом и теперь обвожу герливой ручкой, чтобы создать вид некой такой небрежности, знаете, как в эскизах. Редактор субтитров А.Семкин Иногда упрекаете меня в том, что у меня слишком сложные развороты. Некоторые трудно повторить, поэтому я решила сделать видео о рисунках посложнее и более простых. Для тех, кто только учится рисовать, вот второй вариант как раз-таки сейчас и будет. Я создам страничку для хранителя дневника. У меня будет немного неформальный хранитель, поэтому фон я сделала наподобие тетрадного листа, только наоборот. Это будет котик, который воображает себя единорогом. Имя у него соответствующая, кот-дорожек. Под фотографией небольшая анкета о предпочтениях Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Это уже будет очень простой разворот, посвященный распорядку дня. Я создала круг, который разбила на ячейки и расписываю свой распорядок. Мы просыпаемся с Алисой примерно в 8-9 утра, умываемся, кушаем, включаем музыкальный канал. Есть время и для чтения книжек. Идем гулять, кушаем и Алиса ложится спать. Пока малышка спит, у меня есть время на работу. Я снимаю видео или монтирую, вечером ужинаем и снова идем на прогулку. Смотрим мультики, дома купаемся и Алиса засыпает. Пару часов я все еще монтирую или работаю над видео и ложусь. Если силы еще остались, то смотрю видюшки на ютубе. Засыпаю где-то в час ночи. Это такой будничный распорядок дня. Конечно, выходные проходят более активно. А как выглядит ваш распорядок дня? Рисуйте и выкладывайте в моей группе ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok В комментариях, какой разворот вам понравился больше всего. Нажимайте на колокольчик, иначе мое видео просто не появится у вас в ленте. Подписывайтесь на мой инстаграм и контакт. Мы там проводим вместе прямые трансляции и болтаем в комментариях. А сейчас ваша любимая рубрика приветов. Кристиночка Белос, большой привет тебе. Мне очень приятно, что ты меня смотришь. Олеся Осипова тебе тоже большущий привет от меня. Вика Бакланова тебе тоже огромнейший привет от Likey News. Амина Махмутова тебе тоже передаю большой привет. Ну вот и все, это были все мои идеи на сегодня. Ставьте лайк и будьте креативными, а я вам в этом помогу. Удачи, до скорого, пока!